Всем привет! Начиная с этого видео будем моделировать, то есть я буду моделировать всякие вещи, отбросим чертежи и буду стараться моделировать на глаз. То есть буду развивать пространственное мышление, скажем так. То есть попробуем смоделировать вот эту вот канистру из-под масла, как вы видите. Она немножко трудноватая, особенно вот в этом месте, где вот такие вот выемки. Сразу скажу, что у меня не получилось этого сделать, но я все-таки покажу, как это делается. То есть я как делал. Но вот эти штуки все-таки делать так называемыми вставками. Или они называются, по-моему, InLane. Есть разные плагины для этого дела в блендере, в том числе бесплатные, по-моему, там. Вот. То есть берется определенная моделька, вставляется сюда в эту, в канистру, скажем так. И у нее края полностью сглаживаются. Сглаживаются. То есть вы не заметите никакой разницы. То есть все будет ровненько и чистенько. Если делать по топологии, это очень сложная часть, потому что здесь со всех сторон у нас получаются сглаживания. А сглаживание, как я сказал, уже... То есть еще раньше говорил в своих видео, сабдив очень не любит вот эти всякие там мелкие нюансики, треугольники и так далее. То есть это очень сложно делать именно с абдивами. То есть все-таки это лучше делать таким фейковым способом. Сразу говорю. И к тому же у меня не получилось сделать именно по... Именно по вот этим размерам. То есть у меня получилось немножко не те далеко, не те пропорции. То есть получилась вот эта горловина маленькая, наоборот. Ну, посмотрим. Видео будет, скорее всего, ускорено раза в три или в четыре. Но посмотрю, как времени затратится. То есть дальше то, что я буду сейчас говорить, это будет уже видео записанное. И поверх него я уже буду накладывать свой голос. Так что всем приятного просмотра. И поехали. Так, сейчас я буду делать все это из кубика. То есть обычно сейчас я начинаю делать пропорции, именно чтобы соответствовали. И начинаю делать основную болванку. Именно по... Смотря на правый монитор, как канистра располагается. То есть у нее здесь вот вниз идет. Точки я потом сейчас буду делать. Потому что здесь нам нужно разделить. И у нас начинается закругление именно вот в этом месте. Потом, как сделать треугольные вот такие выемки. Просто берете и делаете экструд вершин именно. И точка разделяется. Как она вот соединяется с гранями. Например, в этом случае с тремя ребрами. Так и будет у нас треугольник, например, здесь. Дальше я начинаю сглаживать. Заднюю часть канистры, скажем так, скругление. И сейчас буду врезать именно под ручку. Обычным ножиком все это делается. Затем я беру бридж, использую, то есть мост так называемый. И начинаю размечать под ручку. Ручка у нас снизу больше, чем сверху. Поэтому получается вот так вот. Делаю это все тоже бриджем. Внутренние настройки позволяют делать вот такое соединение сразу. Но меня это не устраивает, потому что здесь слишком так... Изогнутость такая. И поэтому я решил все это вручную сделать. На изображении вот эти вот выемки. Они немножко чуть ниже высоты вот этой бутылки находятся, где горловина. И они располагаются ровно по оси получается. По оси Х. Ну, скажем так, по плоскости Z. Вот. И сейчас я буду делать сначала большие фаски. Как это везде делается и в CAD программах то же самое. То есть сначала большие фаски делаются, потом маленькие, потом еще меньше и так далее. Так что сейчас я делаю. Так, сначала делается фаска вот на ручке, а именно потом делается на горловине скругление, чтобы потом, когда вы делаете, будете сначала делать скругление на горловине, чтобы оно не мешалось. Поэтому сначала делается фаска с ручками. То есть на ручках. Здесь я убираю лишние грани. И пользуюсь плагином MeshMachine. Только единственной функцией быстрая симметрия. Которая позволяет быстро делать симметрию, соответственно. Здесь я старался выровнять ребра, чтобы были они одинакового размера. Но потом я все-таки это бы передумал. Так, теперь я немножко ручку сделаю выпуклой. С помощью инструмента перемещения. И пропорционального редактирования. Включается клавиша О на клавиатуре. Не забывайте отключать, аначе потом забудете. И у вас будут все вершинки вместе перемещаться. Так, теперь я делаю вот эту фаску. Тут иногда блендер тупит и выделяет не то, что нужно выделяться. Кстати, это говорит иногда о том, что вот в этих местах вершинки там не сваренные. Так, теперь делаем фаску поменьше чуть-чуть. Эдакая бутылка кляйна получается. Так, и теперь делаем вот такие фаски. Здесь блендер опять старается выделять то, что не нужно. Фаска это не сабдивная, скругленная. Коэффициент у нее 0.5. А у сабдивной фаски коэффициент 1. Так, я сразу соединяю, чтобы не было артефактов после сглаживания. И добавляю саппортеджи вокруг вот этих вот фасок. Которые не сглаженные. Иначе будет шейдинг немножко нарушен. Обязательно нужно добавлять вот слева-справа от этих фасок. Завершать их, скажем так. Тоже соединяю. И заодно намечаю вот под верхнюю, среднюю вот эту выемку. То есть вторую именно по счету. Которая наверху будет. Так, теперь я сразу делаю под разрез внутренний. Вот эту, которую сейчас вы видели, внизу поставил под углом. И начинаю повторять вот эту фаску. Чтобы завершить ее, скажем так. Эдакий саппортедж. Теперь просто выбираем полигоны внутренние. И делаем Триангуляцию, детриангуляцию. Отлично. Так, теперь я сейчас буду делать внутреннюю выемку. Я уже под нее все разметил. То есть сейчас я сначала еще сделаю вот эту фаску. Завершу ее, скажем так. Часто я пользуюсь инструментом симметрия. Быстрая. И сейчас будем делать внутреннюю как раз грань. Я не делаю сразу фаски. То есть скругления. Я делаю их после экструда. И вот сейчас начинаю делать скругления. Выбираем верхний уголочек. Убираю лишнее. Здесь немножко сглажу. Тоже убираю лишнее. И так далее. Здесь я забыл сделать, чтобы соединилось все. Так, вот эти вот уголки. Ну и так далее. Делаем, делаем, делаем. Убираем лишнее. И здесь этот уголочек. Я там поспешил кое-где. Удалил не то, что нужно. Вот здесь вот, например, да. И мне придется потом все это устанавливать. Так, сразу соединяем, где у нас не соединенные части. И тогда делаем здесь немножко, чуть-чуть выпуклость. Потому что мы там изменили. Влезли, скажем так, в округлость. Нашего скругления. То, что треугольники, не обращайте внимания. Вот здесь я все исправляю. И все исправил здесь теперь. Так, теперь выделяем сначала внутреннюю. Делаем фаску не сабдивную, сглаженную. И потом делаем уже вот здесь, вот на внешнем крае. А обычную фаску. Так, теперь я сразу накидываю вторую степень сабдива. Забыл его здесь вот фаску сделать вверху ручки. Делаю обычную фаску сабдивную. И смотрю, где шейдинг нарушен, там я начинаю добавлять геометрию. Так, разбиваю на две части. Соединяю вершинки. В общем, весь этот сабдив сводится к правильному расположению вершин, рёбер, полигонов и так далее. То есть вот такой замороченный процесс. Здесь я как раз убил двух зайцев. Разбил геометрию внутри и соединил треугольник. То есть теперь у нас квады везде получаются. Но не везде, а там, где нужно. Так, теперь объединяю все вот эти три вершинки в углах. И убираю среднее ребро, которое ненужное. Объединяю то, что объединяется. То есть постепенно-постепенно что-то лишнее убираю, что-то добавляю наоборот и так далее. Вот здесь треугольник был. Теперь это квад у нас получается вместо треугольника. Здесь я сразу решил сократить. И разбиваем как раз наполовину. Получается у нас вот такая ровная сетка. Смайлик улыбчивый. То, что все получается пока. Так, идем дальше. Разбиваем все это насквозь, режем. Соединяем то, что соединяется. Здесь я смотрю сразу, чтобы... То есть высчитываю, где сократить. Сколько вершин оставить. В данном случае я оставил там четыре вершины. То есть четыре ребра, чтобы сократить их до одного. Так, здесь я немножко опять выравниваю. Потому что после каждого сглаживания получается... Сбивается расположение вершин. И вот здесь я добавляю еще одно ребро. Чтобы было более сглаженная ручка у нас. Так, теперь я выделяю вот эти все четыре разбиения. И делаю, чтобы они были равномерно распределены. То есть ребра, чтобы имели одинаковый размер. И теперь делаю выемки на ручке. Достаточно сделать внутренний экструд. И с двух сторон. Вот, например, здесь, вот здесь и здесь. Не обязательно делать сабдивную фаску. Просто достаточно одного ребра. У каждого вот это вот дело получается. Можно было сделать, кстати, внутренним экструдом. Просто выделяете полигоны. И то же самое будет только за один раз. Я об этом забыл. Поэтому сделал просто разбиение. Так, теперь здесь еще разбиваю. У нас получается замкнутая петля. Я ее прерываю. И делаю вот здесь вот треугольник. Получается вот такая красота. Так, теперь начинаю здесь думать, сколько мне разбивать. Высчитываю все это дело. Получается у нас четыре разбиения. Сокращать я их не собираюсь, потому что там большая слишком плоскость. То есть область. И поэтому так пойдет. Здесь я решил, сейчас вы видите, сразу сократить. И вместо трех разбиений вот здесь. Потому что мы уже четыре сделали. У меня почему-то не получается. Здесь я забыл. Здесь надо не четыре делать, а три. Сейчас я все это буду исправлять. Потому что бывают такие случаи, не сразу соображая, что нужно сделать. Все, вот так у нас делается. Так, теперь я думаю, как здесь сократить, потому что там не хватает кое-каких вершинок. То есть где больше у вас, например, область, там не нужно сокращать. А где начинается она сужаться, там желательно сокращать вместе. То есть это участок. Вот я прикололся, и симметрия вот так вот сработала по оси Х. Так, теперь я думаю, сколько здесь разбивать. Получается, здесь у нас семь разбиений. И потом убиваем тоже вот это наполовинку заодно. И убираем треугольник справа, который был. Треугольники я к ним нормально отношусь. А N-Gone я стараюсь убирать. Но бывает они не убираются. Так, теперь я делаю как раз вот эти вот верхние штуки. Делаю таким извращенческим способом. Я буду делать их из капсул. Которые входят в поставку плагина Vimesh. Их четыре штуки. Вот один, два, три, четыре. Берется капсула. Ставится минимальное значение топологии. Как в крышке, так и в самом разбиении. Вот этого цилиндрика, скажем так. Все по минимуму ставится, чтобы было восемь, когда окружность вы делаете, из восьми сегментов, чтобы она состояла. Так же делается и из капсул. Теперь, я сейчас расскажу, что здесь происходит. Я выясняю размер ребра и ставлю размер капсулы по высоте. То есть размер капсулы в этом плагине от начала вершины и до конца самой крайней вершины. Поэтому я выясняю ребро, какой размер и ставлю этот размер в капсулы. Все. Теперь дальше, сейчас расскажу, что будет происходить. Я беру, например, вот эту вершинку нижнюю, привязываю ее к началу вот этой линии. И потом начинаю с помощью локальных систем координат преобразований, начиная подравнивать следующую вершину. То есть все это будет крутиться вокруг 3D курсора, то есть каждый объект. Я сейчас просто думал, как ускорить этот процесс, но у меня что-то ничего не получалось, поэтому я придумал вот такой вот извращенческий способ. То есть включаются локальные системы координат и начинаются вращаться по их координатам, одновременно привязываясь вот к этой средней точке. То есть происходит это так. Вы нажимаете клавишу R, нажимаете клавишу B, указываете курсором мыши нужную точку и потом указываете следующую точку, то есть точку цель. Здесь я решил передать данные вот в первый цилиндр, но у меня почему-то ничего не получалось. Я, к сожалению, забыл, как это делать. Искал информацию, так что-то и не нашел. То есть в блендере можно выделить второй объект и передать его трансформации, то есть преобразование к нужному объекту. Я этого не нашел и поэтому решил все-таки делать все по одному. То есть сначала я по одной оси привязываюсь к вершинке. Например, по B, потом по X и потом по Z я просто доворачиваю цилиндр, чтобы он как бы в плоскости находился. Ну, по идее, если мало объектов, то можно воспользоваться этим методом. Если их будет много, то, скорее всего, придется пользоваться передачей данных между объектами. Еще раз говорю, я просто еще не научился этого делать. Не знаю. Все, потом берется это все дело и делается одним объектом, чтобы не было много булевых операций. И вычитается. И дальше пошло объединение вершин. И сейчас будет делаться топология. Здесь, забегая вперед, скажу, что вот в этих цилиндрах полно несваренных точек. Даже не помогало сваривание, автоматическая сварка вершин. Поэтому мне приходилось все это возвращаться обратно. То есть я хотел сделать фаски, и у меня не получалось. Я возвращался обратно, опять делал фаски, опять не получалось. Потому что во многих случаях не видно, где вершинки не сварены. То есть в синеме есть такой инструмент, называется чек, по-моему, как-то чек геометрии. Там проверка геометрии. Можно выбрать ненужные вершинки и сразу их удалить. В блендере такого нету. То есть есть инструмент, конечно, там какой-то, но он очень некорректно работает. То есть в синеме это намного проще сделано. То есть она сразу подсвечивает нужные вершинки. Так, еще скажу, что вот такая вот топология, она правильнее, чем дальше будет нарисована. Но в этом случае все равно получаются артефакты. Так, сейчас я начинаю сваривать и удалять то, что не нужно. Удаляю ненужные ребра, которые сходятся вот в эту одну точку. Они совершенно здесь не нужны. Там все равно получаются квады у нас везде вместо треугольников. То есть получается вот такая геометрия. Соединяю вершинки. Видите, здесь как раз вот эта топология на краях вот этих вот выемок, она приходится на скругленные участки. И сабдив мне потом не будет за это благодарен. Недалеко не будет благодарен. Так что это трудные такие части. Скорее всего, здесь нужно просто... Как мне писали, какая-то была аналогичная модель. Я спрашивал на форме Polycount. Мне сказали, что поможет только добавление геометрии. То есть увеличение раза в два или даже в три раза. Но здесь я не буду этим заниматься, потому что здесь и так много геометрии плотная. Так, это я делаю, для чего выделяются полигоны, чтобы команды определенные там вот в пункте Select выделить края у этих полигонов. Сейчас увидите. Ох, бах, и они выделяются сразу. Но здесь видно, что были несварены вершины кое-где. То есть, например, вот это ребро не было разрезано, нужно объединить точки, ну и так далее, о чем я говорил в предыдущий раз, то есть немножко раньше. И я решил делать по одному объекту. Сейчас делаю фаски сразу. И посмотрим, как это выглядит. Вот видите, как вроде нормально так. Здесь опять видно в блендере, когда вы выделяете вершинки, как бы два ребра накладываются друг на другую. Вот в этом месте, значит, у вас не сварены вершины. То есть я сейчас все проверяю и решил все заново делать. Делал одинаковую фаску, там, по-моему, 0,5 что ли. Ну, это не важно. И получается вот такая красота. Пока кажется, что все отлично. Но когда я в самом конце видео, то есть когда модель уже будет готова, применю материал, там везде будут огромные артефакты. То есть можно еще вот так вот делать. Тоже. Но вот сейчас как бы не очень так видно. Но когда материал будет, там просто ужасная будет картина. Сразу говорю. Да, видите, вроде сглажено все. Но вот материалы, особенно бликующие, дают о себе знать. Матовые еще не прощают. А вот блики, они все там такие вот металлические поверхности, потом высокоглянцевые. Это все вылазит наружу. Поэтому лучше делать либо вот этим фейковым методом, как я говорю, называется inline, по-моему, вставки так называемые. Либо делать это нормалями. То есть запекать нормалки. Видите, вроде сетка такая прям хорошая получается. Так, сейчас я думаю, как здесь сделать, потому что там ингон получился. Я решил сделать треугольник, в общем. Так, теперь я делаю немножко внутрь вот этих части, потому что они находятся на самом углу. То есть на начале скругления. И в этом месте обязательно возникнут артефакты. То есть обязательно прям. Поэтому единственный способ либо добавлять геометрию, либо как бы внутрь все это делать. Берутся вершинки в самых острых местах. И просто внутрь модели загоняются. И тогда у вас более-менее сглажены будут эти участки. Вот видите, пропадают уже эти артефакты. Здесь уголок мне не понравился, потому что он слишком острый получается на шейдинге, то есть на затенении. И по идее все это готово. Сейчас я немножко там доработаю все это дело. Получается вот такая красота. Я уже видел, что верх у меня слишком узкий и слишком длинный. На самом деле там он намного короче. Где-то в полтора раза, наверное. Так, здесь я брал цирлиндр. Подгоняю сейчас разбивку. Сразу его объединяю. Сейчас немножко отмасштабирую. Объединяю его. Все. Да, крышечка получилась слишком маленькая, в отличие от картинки. Так, все, свариваю. У меня одна вершинка где-то там не сварилась, насколько я помню. Так, начинаю фаску делать. Обычная здесь фаска, потому что здесь у нас такая, она не очень большая, не сглаженная, скажем так. А вот здесь вот на самой крышке. Так, разбиваем. И делаем такое пространство между крышкой и самой горловиной. не стал делать отдельными объектами. Сделал наподобие выемок, как на ручке. Вот видите, какая маленькая горловинка получилась. Прям микро-микро. Ну и вот такая моделька. И сейчас вы видите, какой кошмар будет твориться после накладывания материалов. Кстати, наверху я там не доделал геометрию. Я забыл, только сейчас увидел. Так что извиняюсь. Вот, которая от горловины идет. Надо было там дальше немножко развести. И сейчас будет кошмар. Блендер, начиная с версии 4, по-моему, или 4.1, позволяет пипеткой выбирать цвета у другого приложения. Не только в Блендере, а в другом приложении. И не только в другом приложении, а еще и на другом мониторе. И теперь смотрите, какая паршивость получается. Сразу вылезли все артефакты. В принципе, можно было посидеть там, доработать, поделать, но я не стал этим заморачиваться. Это я думаю, как исправить и так далее. Все. Всем спасибо большое за внимание. Пишите ваши комментарии. И пока. До новых встреч.